Бабушка Егора, Ядгарова Наталья, идет слушание дела в Сукулухском районе. Адвокаты всячески подсказывают Алене в даче показаниях. Она сейчас путается, она меняет свои показания на лицо, огораживает Самаркина, обвиняет во всем Колю. В общем, представителей с их стороны очень много, оказывают давление, не дают нам слова сказать. Адвокат в процессе допроса постоянно ей задает конкретные вопросы, то есть наводит ее, подсказывает ей постоянно, суд никак не реагирует на это. То есть не дают нам доказать правоту. Я не знаю, все люди, находящиеся в суде, мужчины, женщины, я сейчас им сказала и еще раз повторюсь, что у этих людей нет ни совести, ни чести, ни достоинства. Если Самаркин такой хороший, если он детей так любит, почему же он тогда не взял этого ребенка и не повез в больницу? Почему он его не отвез? Почему он, я не знаю, там, Колю не сдал там властям, да, ну, органам в больнице? Почему? Где больничная карта ребенка? Почему? Сколько было травм, с ребенком ни разу не обращались в больницу. Он поступил вот в этом состоянии в ужасном, когда врачи говорили, что еще немножко он бы умер, ребенок. И сейчас пытаются выгородить вот этого вот монстра, который вот так вот с ребенком, с нашим поступил. Пытаются всю вину скинуть на отца. Почему до фазенды, пока там не находились они, ребенок был, у меня есть фотографии, у меня есть вся переписка, у нас были прекрасные отношения, хотя Алена утверждает обратное, у меня есть переписка ватсап, если нужно, я покажу, что с момента рождения я постоянно их сопровождала по ватсапу, да, я живу в России, я постоянно их сопровождала. Даже в роддоме, когда Алена рожала, и то все консультации, мы были с ней на связи. Ребенок родился, имя Егору я дала. Все болячки Егора, это откуда, это откуда, всегда я их как бы вела. Почему сейчас вот, как с момента того, как они появились на этой фазенде, ребенка постоянно систематически избивали? До того, как они там не жили, этого не было. Этого просто не было. Есть доказательства, есть фотографии, еще раз повторюсь, есть соседи, которые говорили, что ни разу ребенок, не было ни шишки, ни синяка, ничего абсолютно. Как только они приехали на эту фазенду, ребенок весь искалеченный, перекалеченный. Травма головы у него, перелом затылка поперечный, переходящий в основание черепа. У него смещение шейных позвонков отдела. У него сломана перегородка носа. У него ожоги на руках, на ногах. У него поврежден половой орган. До этого ранее у него тоже же на фазенде, у него консолидированы перелом ножки. Он весь искалеченный, он весь искалеченный. Из-за этого сейчас хотят вот этого монстра взять и оправдать, я не знаю, или условно ему дать. Вот как вот это вот. Адвокаты постоянно заучивают, заучивают, заучиваются свидетелями. Одни и те же говорят, одни и те же. Сколько прошло допросов свидетелей, одни и те же показания слово в слово. Я не знаю, надо что-то делать. Это ненормально. Почему маленький ребенок должен страдать из-за таких людей? Мама говорит, невестка моя, бывшая, она говорит, что Саша ему никаких не наносил телесных повреждений, что половина телесных повреждений она не знает, откуда они появились, мать. Где-то, где-то, может быть, Коля недосмотрел, что-то там допустилось. А по факту она просто является любовницей Самаркина. Она просто его любовница. Оказывают давление на девочек, которые хотели прийти дать в суду показания. Нам вчера звонили, девочки сказали, что оказывают давление. Если вы не скажете, что это сделал Коля, то они не распространяются, что будет и как будет. Мой сын говорит, что, во-первых, и его не выпускали с этой хазенды, и он работал там как раб. Никакого питания бесплатного там не было, как он говорит. Купит кашу, купит фрукты, купит еще что-то. Все записывалось в долг. От этого накопился такой большой долг. Была какая-то машина куплена якобы моему сыну. Тоже в долг она была записана ему, но этой машины сейчас нет. И как на него оформят эти документы, если у сына даже паспорта на тот момент не было. Мы лечимся, восстанавливаемся, ходим с шиной на шее. Перелом переносицы сейчас делать невозможно. Ребенок носом не может дышать. Дышит только ртом. От этого постоянный храп у ребенка. Операцию можно делать только в 6 лет. Я прилетела 8 февраля. Да, после этого случая я прилетела. И все своими глазами увидела. Я видела, как мать лежала в больнице, постоянно бегала на переговоры со стороной Самаркина. Есть фотографии, где она садилась в машину, в Лексус, к жене Самаркина. Ездила на разговоры, на переговоры, на эти. Все это видели. Свидетели видели. Она постоянно отвечала им на телефоны, постоянно с ними встречалась. На судебную, ой, на очную ставку. Она тоже приехала, кстати, с адвокатом Самаркина, с адвокатом Алены, Алена и Юля, жена Самаркина. Они приехали вчетвером на машине, как приехали, так и уехали. И все их показания, все сфабрикованные показания, заученные, как дважды два. Они живут вместе? Нет, они не живут вместе. Сын живет в городе, на квартире. Я живу на другой квартире, а она, я не знаю, где живет. Они живут уже в порядка шести лет вместе. Жили. С самого начала мы были против, потому что молодые, ничего нет, работы нет, образования нет. Я была против. Потом получилось так, что она забеременела Вероникой. Вероника родилась, отношения наладились. Ну, внуки, куда деваться, жили вместе. Потом, через какое-то время, родился Егор. Я уехала... То есть она забеременела Егора, меня уже здесь не было. Вот, я уехала в Россию, жила там. И потом мне позвонил младший сын и сказал, что, мама, ты в курсе, она беременна третьим. Я перезвонила сыну, поинтересовалась, что за беременность третья. Я говорю, почему я не в курсе. А он говорит, мам, да, это не от меня. Беременность, это беременность от какого-то третьего человека, непонятно какого. Она родила девочку и бросила ее у этого папы. Сказала, что я не в состоянии воспитывать детей, у меня нет средств, я не могу. И она оставила ребенка этому неизвестно как. Причем они в браке, в браке. А в браке дети считаются отцом мужа. Она просто-напросто забрала ребенка и отдала этому человеку, от которого родила. Где ребенок в данный момент, я не знаю. Какого это получается? Января я узнала, что с ребенком что-то там происходит, что издевается, что Самаркин издевается над ребенком. Я не могла с ними связаться. Потом уже Алена первого числа сама к нам пришла. И я ее спрашиваю, ну уже вечером она пришла. Я ее спросила, говорю, Алена, что с ребенком там? Говорят, что Самаркин издевается. Да, мучает только самое. Я говорю, а вы куда смотрите? Я говорю, как? Ну вот, боимся его, типа. И давай мне показывать. Она сама вся избитая была. Вся избитая. Она говорит, мы пошли с подушкой в кафе. Или куда они там сидели? Пришли, он, короче, ее избил. Она сняла вот так вещи. У нее вся, она вся синяя была. Вот я боюсь сейчас туда идти и это. Я говорю, ну как так, ну кто-то анонимно можно было в милицию как-то сообщить. Или что, как он издевается над ребенком. Ну вот так издевается все это. Потом мы сидим, уже время позднее, как бы, он ей звонить начался, Маркин. Звонит и угрожает. Если ты сейчас не приедешь, твои дети будут в кухне. Я говорю, а что за кухня, говорю. Она говорит, там холодно, там не отапливается. Время уже позднее. Давай этому Коле звонить, ее нам, ну мужу. Коля, что он, да, вот мы здесь с детьми в кухне сидим. Мол, тут холодно, тут это, что если она не приедет, там не обижайся. И типа, ну что, ты давай меня здесь не этом, приедешь, поговорим. Потом вот такие угрозы были. Я все так-то не помню, как она, как он говорит. Еще много таких, говорит, которые по весне оттаивают. Вот, я тебе разобью. Это, ну в общем, такие угрозы. Я больше за детей испугалась, когда думаю, там же дети, мало ли что это. Я уже 11 ночи, я повела ее в милицию. Это 1 числа, с 1 на 2 получается. Повела ее в милицию. Мы пришли в Шипокове, пришли в Шипокове в милицию. Вызвали оттуда оперативника. Мы поехали в Соколук. До 2 часов там сидели, привезли Самаркина. Я все ждала, я в объяснительной написала, что дети в опасности. Детей я так и не увидела там. До 2 часов ночи сидела, я больше за детей переживала. Я говорю, Алена, вот так, мы поехали, потому что самих тоже, невестка со мной была, там сын и это, думаю, дети тоже там уже 2 часа ночи. Я говорю, мы поедем. Ты смотри, говорю. Она все описывала, как он издевается. Все это рассказывала там. Привезли Самаркина. Ну, мы уехали домой. На утро мы ей звоним, не могли дозвониться. Потом еле дозвонилась. Алена, говорю, ты где? Она сказала, что повезла детей идти по Беловодской. Ну, я как бы и успокоилась. А третьего уже мне присылают фотографию, что ребенок попал в больницу в реанимацию. Понимаете как? Ну, как вот такая мамаша, которая вела, где ребенок находится в опасности, да, она его постоянно, периодически туда таскала. Как мать можно назвать матерью? Она, оказывается, Веронику увезла домой, а Егором там осталась. Ну, а что оставили? Ну, да, она Веронику увезла туда, бела вот с родителем, что ли, а ребенка оставила им с Егором, она там была. А третьего уже Егора привезли в больницу. Она все рассказывала, и в милиции это все рассказывала. На нам вот сидели, потому что до этого, в которой Вике она жила, на квартире, Вика говорит, как пойдет туда, ну, на фазенду к этому Самаркину, как поедет туда, говорит, ребенок приезжает, то вот с таким ухом, то, говорит, руки так вывернутые были, что я, говорит, колбаску беру, а у него сил просто нету взять эту колбаску в ручки. Что он крутил руки, что он садил на шпагат ребенка, говорит, это самое, как на шпагат садил, что кусал, какие-то вот такие вещи рассказывали. Она сама лично рассказывала. У нас говорилось, что если начинаешь заступаться за ребенка, он еще сильнее начинает. Вот, и всех под пресс пускает. Лично она сама рассказывала, без всякого там принуждения. Вот сидели мы, как она это все рассказывала. Нет, они как бы уже вместе не жили, как бы, но она туда ездила, потому что она была в связях с этим Самаркиным. Алена начала с ним. И это она не скрывала сама. Ваше имя, фамилия? Медникова Ксения. Родственница? Ну да, получается, родственница. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова